Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы вот в таком широком составе с участием членов правительства Российской Федерации рассмотрим проект новой стратегии научно-технологического развития. Хотел бы также услышать предметные предложения по её практической реализации. Сразу скажу, правительство и Совет по науке и образованию подготовили обстоятельный взвешенный документ, над которым долго работали, провели большое количество встреч, обсуждений, совещаний. Учитывая решающую роль науки и технологии для страны, как вы знаете, ему придан особый статус. Прямо в законе прописано, что он приравнен к стратегии национальной безопасности. Остановлюсь на некоторых ключевых моментах. Первое. Следует сосредоточить повышенное внимание на развитии фундаментальной науки, нацелить её на получение принципиально новых знаний, поиск ответов на так называемые «большие вызовы» завтрашнего дня. Несмотря на непростую ситуацию, необходимо поддержать уровень расходов на фундаментальную науку в процентах от ВВП. Сэкономив здесь сегодня, мы будем, безусловно, безнадёжно отставать завтра, и допустить этого не можем. Поэтому наряду с бюджетными средствами мы направим и в небюджетные, чтобы в целом сохранить объём финансирования фундаментальной науки в процентах от ВВП в ближайшие 2-3 года. Второе. В результате широкого, открытого обсуждения стратегии выработана консолидированная позиция учёных, государства, бизнеса относительно приоритетов для науки. Сформулированы цели на ближайшую перспективу. Нужно прежде всего создать мощную технологическую базу, чтобы обеспечить опережающий рост экономики и глобальную конкурентоспособность отечественных компаний, вывести на новое качество медицину и сельское хозяйство, ускорить освоение наших территорий, включая Арктику и Дальний Восток России. Решить задачи такого уровня возможно только при концентрации бюджетных и частных ресурсов, при тесном взаимодействии между наукой, органами власти и отечественным бизнесом. В рамках национальной технологической инициативы соответствующие инструменты уже созданы, и коллеги, работающие над проектом национальной технологической инициативы, здесь сегодня присутствуют. Я просил бы их также поделиться своими оценками и своим опытом. Третье. Надо раз и навсегда отказаться от практики размазывания бюджетных ресурсов тонким слоем между исследовательскими организациями. Деньги должны выделяться эффективным коллективом на основе конкуренции, конкурсного отбора, с тем, чтобы мы рассчитывали на получение нужного нам конечного результата. На этих принципах работают инструменты Российского научного фонда. Будем мы дальше наращивать возможности этой структуры как за счёт средств государства, так и из внебюджетных источников. В следующем году бюджет фонда будет увеличен до 17,7 миллиарда рублей. Наконец, учитывая масштаб целей, считаю необходимым выстроить современную систему управления научно-технологическим развитием, при этом исключить дублирование, когда схожими, а то и практически одинаковыми научными задачами занимаются разные министерства, ведомства, госкомпании, а то ещё и дважды, трижды получают за один и тот же результат. Я прошу Совет по науке и образованию совместно с Академией наук и правительством в короткие сроки представить предложение и на этот счёт. Уважаемые коллеги, новые технологии создают учёные, исследователи. От их открытий, разработок в решающей степени зависит успех всех наших планов. Поэтому и государству, и бизнесу необходимо направить дополнительные усилия, ресурсы на укрепление кадрового потенциала отечественной науки. Кстати говоря, вы и сами это уже, конечно, знаете, за последние десятилетия число исследователей в возрасте до 39 лет увеличилось на треть. В целом, это очень хорошая тенденция. Сейчас вместе с нашими компаниями создаём механизм поддержки одарённых – школьников, студентов, молодых исследователей. Считаю, нам нужно выстроить комплексную систему сбережения, развития талантов. Она должна охватывать, как я уже сказал, и молодых учёных. Задача не только помочь молодым людям раскрыть свои способности, получить глубокие качественные знания, хорошее образование. У молодёжи должны быть стимулы, желание заниматься наукой именно в России, работать в интересах нашей экономики, в отечественных высокотехнологичных компаниях, исследовательских лабораториях. И для этого нужно им показать обязательно перспективу по времени. Мы уже не имеем такой опыт, когда люди подрастают, и мы видим, что у них очень хорошие перспективы, но им непонятно, где и как они будут работать. А тем, кто хочет их забрать, особенно туда подальше от родных рубежей, у них есть такое понимание, и их просто туда приглашают, и они часто туда выезжают. Нам нужно показать им перспективу, перспективу развития. И тоже хотелось бы ваше предложение на этот счёт услышать. И, конечно, нужно развивать те эффективные механизмы, которые уже позволили привлечь в нашу страну ведущих учёных мира, в том числе наших соотечественников, которые долгое время, многие годы работали и успешно работали за рубежом. Вы знаете о целой программе так называемых «мегагрантов». Могу ещё раз сказать, проинформировать вас, что в рамках этой программы создано 200 лабораторий, без всякого преувеличения мирового уровня класса, под руководством ведущих учёных. Речь прежде всего идёт о постановке масштабных интересных научных задач, запуске исследовательских проектов с долгосрочным горизонтом финансирования. Словом, нужно создать такие условия, чтобы сделать нашу страну одним из центров притяжения для лучших учёных со всего мира. У меня есть один такой технический кадровый вопрос. Вот Владимир Евгеньевич знает, в конце прошлого года я обратился с просьбой к своим коллегам и к президенту Академии наук с просьбой. Просьба заключалась в том, что в прежние времена у нас много представителей различных уровней власти принимали участие в выборах в Академию наук, в том числе высшие должностные лица. Я обратился с просьбой к своим коллегам воздержаться от участия в выборах новых членов Академии наук в силу того, что люди, которые замещают должности в органах государственной власти, особенно на верхних ступенях, они заняты по службе или должны быть как минимум заняты по службе серьёзным образом, иначе они не способны выполнять своих служебных обязанностей. И заниматься научными исследованиями могут только в свободное время, которого для людей, которые добросовестно работают на административных должностях, фактически не остаётся. Возникает вопрос, могут ли они заниматься научными исследованиями в полном объёме с нужным результатом. Тем не менее, некоторые коллеги наши из Управления делами президента, из Министерства образования, из Министерства внутренних дел, из Министерства обороны, из Федеральной службы безопасности, из ФСБ и из некоторых других ведомств приняли участие в избрании и были избраны. Владимир Евгеньевич, у меня вопрос к вам и к другим представителям Академии наук. Зачем вы это сделали? Они такие крупные учёные, что без них Академия наук обойтись не может. Первый вопрос и второй вопрос. Что мне теперь делать? Второй вопрос. Что мне теперь делать с этим? Что сказать? Все они сказали, что они получили разрешение от своих руководителей. Нет, вопрос был не в этом. Они такие крупные учёные, что они должны быть член-корами и академиками. Владимир Евгеньевич, они прошли весь конкурс без всякого изъятия и исключения. У нас, я вам докладывал, у нас кинодичка выборов такая, что шесть раз этот человек должен быть заслушан и шесть раз за него голосуют. Вы мне прямо не отвечаете на вопрос, Владимир Евгеньевич. Тем не менее, я закончу фразу за вас. Значит, они крупные учёные, да? Они достойны того, что их избрали. Значит, они крупные учёные. Получается, что так? Ну, тогда вторым вопросом я вас мучить не буду. Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления. Спасибо большое. Спасибо.